всем привет сегодня мы с вами будем говорить про обновленную версию ножа от итальянского ножевого бренда вайпер который принадлежит концерну технокат речь сегодня пойдет о модели вайпер keeper мне уже была версия со сталью d2 а теперь эта версия с n690 и вот с таким приятным black wash им нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином без blade ссылочки на нож подборку вайпера будут в описании к видео и в закрепленном комментарии также напоминаю что по промокоду эти 10 вы можете получить 10 процентную скидку на весь ассортимент магазина без исключения просто вводите его при заказе ну и конечно не забывайте получить свой бесплатный викторинок с каждому своему заказу просто ставите тоже галочку при оформлении я даже не знаю право сказать вам как охарактеризовать эту форму ножа сказать что он прям совсем классический тоже нет сказать что он этнический ну может быть немножко потому что мне он по рукоятке по форме клина напоминает эти итальянские patada на данный момент нож производится в четырех цветовых решениях две деревяшки и две разных ми карты дизайнером данного ножа является фабрицио сильвистрелли о чем нам говорит вот с этой стороны его логотип давайте начнем с характеристик нож средних размеров и весь тоже средний 125 грамм это 116 миллиметров длины рукояти 15 самом толстом месте спейсер изготовлен из нержавейки полуоткрытая конструкция все таки вот такой видите да коротенький спейсер отсутствует темлячное отверстие зацепить можно здесь только если накинуть петлю темляка вот сюда вот на клипсу клипса проволочные переставляемая на правшу на левшу мне очень нравится на кармане сидит очень комфортно моем случае накладки сделаны из темной ми карты она естественно вот так вот затерлась у меня за недолгое время ношения и здесь есть фишечка во первых вот эти все винты включая всего и декоративный на разборке на это внимательно посмотрите во вторых это и флиппер и вейв что можно этот нож открыть об карман когда достаешь его широкий клин теперь он такой серенький с black wash а мне чисто черный как он раньше был с pvd покрытием и у меня сейчас версия с n690 ранее у меня была версия с d2 длина клинка 94 миллиметра 92 из них полезных потому что вот здесь вот есть маленькая маленькая тупьё это хорошее решение да для того чтобы не отнимать длину клинка 34 в обухе n690 57 59 единиц сведение от 05 до 06 на кончике 27 миллиметров прямого спуска и лайнер обратите внимание достаточно тоненький но при этом очень жесткий прям реально очень жесткие всего 1 и 1 миллиметра но ощущение что он соскользнет в тот момент даже когда им строгал у меня не возникло стоит отметить что в севом используются бронзовые шайбы и это хорошо можно получить хорошую механику а вот шарди тента стальной и Субтитры сделал DimaTorzok Ну и для лучшего понимания габаритов этого ножа предлагаю сравнить его с другими известными складными ножами. Субтитры сделал DimaTorzok Почему, вы спросите, я взял повторно нож на обзор. Дело в том, что на версии с D2 меня смущало D2, потому что она просто, даже ты ее потрогал пальцами, начинают появляться такие окислые разводы. Приходилось все время это протирать, потому что они такие цветов побежалости были. Здесь этой проблемы нет. При этом раньше были версии черные на ПВД покрытии, но они тоже не подходили, потому что они, во-первых, были очень маркие. Во-вторых, у них была отвратительная механика, ввиду того, что в тех местах, где трутся шайбы, они не оставляли такие лысинки. Да, они прям покрывали все покрытием, оно шершавое, пока притрется, получить нормальную механику, не выходило. Плюс шайбы раньше были вторпластовые. Кстати сказать, я уже говорил, что вот это все, это бутафория. Что это просто винты, которые держат накладки. На самом деле, внутри осевой держится на полой оси, которая откручивается ключом на шесть. Давайте покажу. Внутри нож сделан просто исключительно. Все блестит, все выполировано, все прям отлично. Вот жаль, что не все ножи итальянского производства такие по качеству. Сведение, возможно, хотелось бы поменьше. Но, с другой стороны, здесь и сталь не суперкрутая, поэтому ждать от нее какого-то вах-реза тоже не приходится. Все-таки 57-59 единиц, даже бутылку не будем царапать, потому что не заявлено хотя бы 60, чтобы мы могли это дело проверить. Следующий момент, на который предлагаю вам обратить внимание, это то, как нож себя ведет при нарезке продуктов и строга. Повторяю для тех, кто, может быть, не в курсе. Я строгаю деревяшку не потому, что это входит в мой EDC, а потому что это позволяет быстрее понимать особенности эргономики. Если что-то долго придется делать, мы это узнаем буквально за 30 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ножичек достаточно тоненький вангую, что это как бы скажется. Плюс вот эти упоры, то, за что я не люблю флиперы. Ну нет, пока все хорошо. Все-таки то, что они стали сводить потоньше или, может быть, мне так повезло с экземпляром, прям сильно заметность сразу решает. Класс, короче. И по удержанию, я думал, будет хуже. Все-таки он такой достаточно тонкий, но за счет вот этих всех откруглений... Да, значит, ничего нового. Все комфортно, все кругленько, аккуратненько. Клипсы я не вижу. Вот последний палец, видите, да? На нем, конечно, след есть. Ввиду того, что тут, видите, раз, ступенечка. И вот в этом месте палец все это дело чувствует. Это нужно понимать. Но значительно лучше, чем я думал. Ну, скажем так, наверное, из 12 ножей в топ-3 он входит. Самый большой вопрос и опасение были про лайнер. Он реально достаточно тонкий, но при этом он очень тугой, да? Что его прям отжать нормально, это нужно постараться. Соответственно, плюс, мне не хватает насечек на вот этих плавниках. Иногда бывает, что палец вот так соскальзывает. Поэтому нужно класть на всю поверхность и открывать. Вот сейчас, допустим, мне даже немножко не хватило, чтобы он встал на замок. Поэтому это нужно тоже учитывать. Возможно, с мелкой какой-то насечечкой было бы все это дело получше. Ну и опять же, он стоит обычных денег для итальянского бренда и для итальянского производства. Поэтому, если взять все вкупе, единственное, к чему я могу придраться, это к стальному шарику детенда. Хотелось бы, чтобы он был керамический. Потому что рано или поздно он сотрется. Но хотя бы радует то, что там в лайнере есть сквозная дырка, что его заменить достаточно просто. Ну и понравилось то, как себя чувствует Микарта и как она вот так вот затерлась без всяких там намазываний и просто от носки. На этом, наверное, и все. Магазину Best Blades большое спасибо за предоставленный экземпляр. Ссылочки на нож, на подборку вайпера и на промокод для скидки будут в описании к видео и в закрепленном комментарии. Всем спасибо. Пока.